Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения приостанавливает свое участие в деятельности ОДКБ. Ну и раньше были подобные выпады со стороны армянской стороны. Дескать, организация не выполняет своих обязательств перед Арменией. Но вот столь жесткое заявление мы услышали впервые. И как на это реагировать? На ваш взгляд, не выйдет ли Армения из состава ОДКБ? Как это все повлияет на коллективную безопасность? Мы на это реагируем абсолютно спокойно. Мы обсуждали с президентами в Казани эту проблему. Косвенно. Абсолютно спокойно. Никто с ума не сходил. Надо Армении быть в ОДКБ. Мы никого не выгоняем. Всегда поддерживаем и поддерживали Армению. Будем поддерживать как своего союзника. Не захотят они быть в ОДКБ. ОДКБ не рухнет, не разрушится. А самое главное, мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит. И знаете, в Армении система власти не как в Беларуси. Там Пашинян не может принять решение, входить или не выходить. Там парламент принимает решение. Думаю, здравомыслящих людей в парламенте Армении большинству. Обид никаких на нас быть не может. На ОДКБ. Об этом уже не единожды говорили. Многое сказано. Надо понимать, что Азербайджан для нас не чужая страна. Для всех членов ОДКБ. В ОДКБ немало мусульманских стран. Вы тоже это понимаете. Отсюда отчасти соответствующая позиция. Ну а в-третьих, Армения что, хотела, чтобы мы втянулись в войну Армении с Азербайджаном? Так до сих пор бы шла эта война и погибли бы тысячи людей. Я считаю, что Азербайджан и Армения, к сожалению, через войну в итоге пришли к правильному решению вопроса. Армения, они это признавали, оккупировала пять или шесть районов азербайджанских. Я этим когда-то занимался очень принципиально. Они это принимали. Ильхам Алиев очень многие годы просил Армению, давайте мирно решим эти вопросы. Ни один из президентов Армении мирно этот вопрос не решал. И вот это все накапливалось и рухнуло на Никола Ваваевича Пашиняна, на его правительство. Он-то вообще-то мало виноват в том, что произошло. Но эту проблему надо было решать. Тем более оккупированные Армении районы азербайджанские, это пустыня была. В самом красивом месте, теплом, уютном, где могли жить люди. Более миллиона беженцев азербайджанских, огромный груз на Азербайджане и многие-многие другие проблемы. Ильхам мне много раз говорил, я каким-то невольным посредником оказался из-за Баку, ехал в Ереван и передавал эти сигналы, вплоть до не компенсации даже, а вложения в экономику Армении миллиардных инвестиций. Азербайджан богатая страна. Было очень много предложено по-хорошему решить этот вопрос. И в Армении первый раз в Ереване на ОДКБ я об этом сказал, что вызвало там нервную реакцию бывших президентов. Говорю, мужики, надо решать этот вопрос, ибо достукаемся до войны. Потом, по-моему, в Казани, потом еще где-то в Москве. Я все время об этом говорил, что надо решать. И вот такой вопрос и такие предложения. Азербайджана же не было с нами, когда мы в ОДКБ это обсуждали. Нет, мы будем воевать. Ну, да воевались. Какая наша позиция должна была быть? Армяне наши близкие, наши родные, наши люди. А Азербайджан что, чужой? Поэтому мы вот попали в такую ситуацию. Ну и ведь там не было причин вступления ОДКБ в этот конфликт. Абсолютно не было для нас повода даже, как мы могли вступить в этот конфликт. Обижаться не надо на обиженных в воду.